На форуме портала ventasvals.lv Венсполщане высказали своё недовольство теми владельцами автомобилей, которые оставляют свои машины во дворах многоквартирных жилых домов на долгое время. Например, такая ситуация сложилась во дворе по адресу Александра 9. Наша съёмочная группа отправилась в этот двор, чтобы выяснить ситуацию на месте и узнать, как в таких случаях действует муниципальная полиция. Я несколько раз сообщала полиции о том, что во дворе стоит машина с литовскими номерами, причём стоит уже года три, если не четыре. А они не могут найти владельца. Я говорю, ну тогда надо звонить в передачу без табу, раз полиция не может найти владельца. Эта стоянка, земля, считается нашего дома, Александра 9. И однажды ко мне приехали дочери, они прилетели поздно, в 12 ночи, взяли в Риге машину, приехали, а здесь мест нет. Пришлось оставлять машину возле школы. Там только место и было. А эта машина взята в аренду. И пока она там стояла, её поцарапали. А это же не наша машина. Оплатить нам. То есть я оплачу за землю каждый год, а не могу её использовать. Не мешает машина, которая здесь долго стоит? Мешают, мешают. И почему? Ну, они, во-первых, открывают багажник, вытрасают половики. Уборку надо делать, дворнику лишнюю работу, которая им это не нужна. Ну и потом приезжают из нашего дома машины, негде поставить. Занятая стоянка вся. С 4-й, 6-го дома стоят, там стоянки маленькие, все стоят здесь. В 16-м пункте городских обязательных правил номер 7, это правило содержания территории Венсполса, написано, что любое транспортное средство с 1 декабря до 1 марта можно оставлять на улицах и на территориях общего пользования не более чем на 15 дней. Что касается автомобиля, возле которого мы сейчас стоим, то это случай сложный. Вы видите у машины литовский номер. Нам удалось выяснить, что владелец иностранец. Мы отправили ему электронное письмо и простое заказное письмо. Но пока ответа не получили, в связи с чем, пока перемещение этого автомобиля затруднено. Разрешается оставлять автомобиль, который непригоден для передвижения, но правила те же самые. Стоять такая машина может не более 15 дней. В течение года мы констатируем примерно 50 транспортных средств, которые непригодны для передвижения. Мы либо сами обнаруживаем во время патрулирования, либо жители нам сообщают, за что им большое спасибо. До сих пор все ситуации нам удалось разрешить. Обычно не более одного случая в год, когда нам приходится призывать к административной ответственности за несоблюдение этих правил. Если человек вынужден надолго уехать в таком случае, желательно проинформировать об этом Дому право, либо рассмотреть возможность аренды или покупки гаража. Это поможет избежать штрафных санкций. Физическому лицу полагается штраф до 70 штрафных единиц. Если перевести в евро, это 350. А юридическому лицу до 250 штрафных единиц. В евро это 1250. Даций Андерсон и призывает горожан быть более терпеливыми. Причины, почему автомобиль долгое время стоит во дворе, могут быть разными. Нередко это происходит по причине смерти владельца. А вопросы наследства решаются не так быстро. Бывает, что после развода у того, кому достался автомобиль, просто нет водительских прав. Но, согласно закону, на решение этого вопроса дается 15 дней.